Сегодня мы хотели бы поговорить о одной необычной теме, которой последние месяцы активно занимается фракция КПРФ в Государственной Думе. Речь идет о необходимости, мы ставим вопрос о необходимости соблюдения существующего порядка принятия Государственной Думы, законов и постановлений. Дело в том, что это формальный момент, не имеющий особого значения, но формальный момент может обернуться очень печально для нашего законотворчества. Если не соблюдены какие-то существенно очень важные процедуры, может получиться так, что когда-то этот закон окажется неконституционным. Да, завтра он будет конституционным и в этом году еще с ним будет все в порядке, наверное. А лет через 5-6, а законы десятилетий действуют многие, лет через 5-6 поменяется власть и законы захотят привести в соответствии с Конституцией, а порядок нарушен, закон будет отменен. Это может привести к очень печальным последствиям и наше государство, и наши структуры правоохранительные, и судебную систему. Вот одним из таких важнейших вещей является практика соблюдения существующего порядка принятия закона в рамках концепции. И вот именно изменение в концепции законопроекта очень часто в нашей Думе стало нарушаться. Речь идет о том, что во втором чтении зачастую бывает так, что законопроект коренным образом отличается от того, что было в первом чтении за счет поправок, которые в нем появились. Вот мы посчитали, что в прошлом году у нас принято 20 законов с такими нарушениями. То есть это случаи, когда во втором чтении концепция была изменена с нарушением всех процедур, положенных при этом. Это происходит двумя способами. Во-первых, путем расширения концепции, когда то же самое расширяется до таких пределов, что это уже никаких пределов нет, что совсем другой закон стал. Ну и второе, что бывает более часто и более явно, это когда подменяется концепция. То есть был один закон, к нему приплюсовывается еще один закон во втором чтении, и, так сказать, это движется дальше до финала, до подписания президентом. Вот какие мотивы и цели инициаторов вот таких изменений, таких подмен. Но, во-первых, это, конечно, небрежность, когда авторы законопроекта в самом начале не думают, не понимают, что должно выйти в финале. И, так сказать, некачественный законопроект заявляют, хотя тема интересная, и по этой теме надо было бы что-то принять. Чаще всего, во-вторых, является все-таки непомерная торопливость. Я обращаю внимание на то, что в прошлом году мы приняли, Дума приняла 653 закона. Это небывалый объем. За все время существования Думы такого колоссального объема не было, принятых законопроектов. Но вот это большое количество, оно, к сожалению, повлияло отрицательно на качество. У нас сложилась такая практика, что правительство иногда вносит в Государственную Думу заведомо некачественный законопроект. Для того, чтобы впоследствии его дорабатывать. То есть он вносится с какими-то мазками, общими схемами, с недоработками. Потом пусть обсуждают в депутатах, в комитетах, в комиссиях, пусть обсуждают на парламентских слушаниях, на круглых столах, пусть обсуждают пресса, а затем мы все это дело поправим и приведем в соответствие. Это вот первый случай. Это вот одна ситуация. И еще другая ситуация бывает такая, более печальная и более скверная, когда авторы законопроекта пытаются уйти от гласности в его рассмотрении. Ведь о законопроектах, средствах массовой информации откуда узнают и когда? В первые три дня после того, как законопроект пришел в Государственную Думу. В первые три дня мне идут звонки от журналистов, в первые три дня идут все разговоры и все публикации на этот счет. А вот ко второму чтению про него уже забыли. И вот тут-то вносятся поправки потихонечку. Никто о них ничего не знает, ни журналисты, ни кто-либо другой. И зачастую не знает депутата. Ведь вы имеете в виду, что мы, к сожалению, узнаем о повестке дня всего за несколько часов до начала заседания. А сегодняшние повестки дня я узнал только сегодня утром. Хотя там десятки вопросов. Но у нас, к сожалению, много таких печальных примеров. Вот и вчера был такой пример, когда мы приняли изменение в статью 283 Уголовного кодекса. Она называется «Дискредитация вооруженных сил». А теперь еще дополнилась ответственность за дискредитацию добровольческих формирований. Речь идет и добровольцев. Речь идет не о тех добровольцах, которые пришли в военкомат и вступили в вооруженные силы, работают под эгидой вооруженных сил. А о тех, которые служат вольно, которые воюют у нас на Украине совершенно вольно, совершенно произвольно, никому не подчиняются. Вот их теперь закон тоже защищает. Но дело не об этой сути. А дело в том, что этот закон в первом чтении его не было. Он появился во втором чтении. Его параллазм прицепили к статье 215.4. Это проникновение в охраняемый объект. Прицепили туда. И вот так его приняли без всякого обсуждения. Без заключения Верховного суда. Без заключения правительства. Без каких-либо, так сказать, обсуждений. Без вопросов. Вопрос задать нельзя. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, во-первых, ликвидировать процедуру форсированного принятия законов. Во-вторых, возложить на ответственный комитет обязанность принимать только поправки соответствующей концепции закона. В-третьих, запретить субъектам права законодательной инициативы вносить поправки несоответствующей концепции закона. И в-четвертых, если во втором чтении принимается поправка несоответствующей концепции закона, то надлежит проект возвращать к процедуре первого чтения. Я обращаю внимание на то, что нарушение регламента следует считать основанием для отмены закона, а это может привести нашу правоохранительную систему и судопроизводство просто-напросто к катастрофическим последствиям. Представьте себе, приняли мы закон, который устанавливает уголовную ответственность, принципиально за новые вещи. Человек направит места лишения свободы, может быть, на много лет. Он будет освобожден после того, как закон будет принят неконституционным, и еще он может требовать возмещения ущерба. И таких случаев могут быть десятки, могут быть сотни, а могут быть и тысячи. Поэтому с этим, конечно, мы будем бороться, и это совершенно непозволительно. Спасибо. Хотел напомнить о том, что фракция КПРФ внесла в Государственную Думу проект нового избирательного кодекса. Как раз сегодня об этом хотел сказать несколько слов. Этот проект был разработан внутри нашей фракции. В нем в разработке принимали участие как депутаты, так и видные юристы, как теоретики, так и практики. Те, которые непосредственно работают в этой сфере, которые имеют колоссальный опыт взаимодействия с избирательными комиссиями, знают все о ходе избирательного процесса. Вот такие специалисты были привлечены. И группа под руководителем, который был наш депутат, выдающийся юрист Юрий Петрович Синейщиков. Эта группа подготовила, и наша фракция внесла этот закон на рассмотрение в Государственную Думу. Чем обусловлена подготовка этого законопроекта? В последние годы избирательный процесс вызывает огромные нарекания как среди избирателей, так и среди участников избирательных кампаний, то есть и кандидатов, и партий. Почему так происходит? Потому что мы видим, что сейчас происходит зачастую в избирательных комиссиях огромное количество фальсификаций и нарушений избирательного законодательства. Иногда это делается намеренно, эти нарушения делаются. Иногда, может быть, по незнанию, но тем не менее. Вообще, в принципе, чем это все вызвано? Мотивация какая у людей? Она совершенно понятна. Должностные лица, мэры городов, как мы полагаем, может быть, и губернаторы, те, кто хотят избраться депутатами, не имеют поддержки среди населения. Все эти годы, когда они должны были обеспечивать нормальную жизнь людей на определенной территории, они, возможно, занимались какими-то своими делами, а не прямыми своими должностными обязанностями. И теперь, когда подошел срок, и понимают они, что они не изберутся легально, они начинают различные махинации, начинают подговаривать членов избирательных комиссий, действуют через администрации и так далее и тому подобное. В итоге это приводит к тому, что члены избирательных комиссий вынуждены под давлением фальсифицировать выборы. Мы знаем о таких фактах. Есть и видеофиксация, и фотофиксация таких нарушений, таких преступлений. В итоге из-за интересов небольших каких-то чиновников, по сути, дискредитирована целая система, избирательная система. То есть это выгодно мелким каким-то чиновникам, но не выгодно всему нашему обществу и всему нашему государству. В итоге сегодня доверяют избирательной системе менее половины наших граждан, граждан нашей страны. Конечно, это никуда не годится. Мы полагаем, что избирательная система должна соответствовать избирательным процессам определенным принципам. Вот три главные принципа, которые я озвучу, которые в том числе заложены в наш проект избирательного кодекса. Первое. Выборы должны быть абсолютно прозрачными, транспарентными на каждом этапе избирательного процесса. Выдвижение кандидатов, агитация, сам день голосования, подведение итогов голосования. Избирательная комиссия, могу сказать, центральная избирательная комиссия, приняла несколько решений, которые как раз снижают эту транспарентность и эту открытность. Ну, в частности, например, был исключен из избирательного процесса член комиссии с правом сообщательного голоса. Именно они брали на себя основной процесс наблюдения за ходом выборов. Теперь их не будет. Это очень плохо. И второе, что снижает прозрачность выборов, это введение системы дистанционного электронного голосования. К нам в ходе подготовки и принятия этого закона, за который голосовала Единая Россия, приходил представитель от Центральной избирательной комиссии. На прямой вопрос о том, как можно проверить результаты голосования, он ответил – никак. Итак, получается, что при подведении итогов на утро после выборов мы все видим результат голосования на мониторах экранов, и нам говорят – вот это реальность, с которой мы теперь будем жить. А как это проверить? Насколько это соответствует действительности волеизъявления избирателей? Это сделать невозможно. Мы обращались в суды, пытались оспорить дистанционное электронное голосование, но при нынешнем избирательном законодательстве это невозможно. Поэтому в своем проекте избирательного кодекса мы решительно отметаем дистанционное электронное голосование. Следующий принцип – это возможность быть выдвинутым в качестве кандидата. Сейчас избирательное законодательство препятствует этому. Есть огромное количество всяких мелких нарушений, из-за которых кандидат может быть недопущен до выборов. Даже кандидат может и не сам эти нарушения совершить, но тем не менее избирательная комиссия его все равно не допустит. И третий принцип – это возможность свободно встречаться и агитировать избирателей для того, чтобы они проголосовали тем или иным образом. Сейчас это тоже практически под запретом. Ни депутаты, ни кандидаты не могут свободно встретиться с избирателями и отчитаться о своей работе, потому что это все подпадает теперь под закон о проведении массовых публичных мероприятий. Это в корне неверно. Мы все эти вопросы, нюансы исправляем в своем избирательном кодексе. Мы полагаем, что мнение наших граждан об избирательной системе нужно исправлять, уровень доверия нужно повышать. Особенно это важно в преддверии больших выборов, которые нас ожидают и в этом году, и президентских выборов в следующем году. Поэтому мы всех призываем обратить внимание на наш проект избирательного кодекса, на нашу программу КПРФ. Спасибо.